Майнкрафт-строитель очутился на ничейной равнинной земле, и его задача превратить эту местность в очень крутую постройку, а именно котлованное метро, точнее котлованное для строительства метро, и у него это неплохо получается. Ну что ж, не буду вас задерживать, обязательно поставь лайк авансом и подпишись на канал, чтобы не пропускать мои новые ролики и шорты. Погнали! Всем привет, друзья, с вами строитель Майнкрафт-шка, давно мы с вами, конечно же, не виделись, не знаю, сколько прошло времени, но я тут. За время моего отсутствия я за кадром сделал многое в этой постройке, и давайте продемонстрирую, что я именно здесь сделал. Во-первых, друзья, я сделал вот такие вот въездные ворота, а также они являются и выездными воротами со шлагбаумом, где у нас будут машины и разная техника въезжать в эту стройку, например, забирать грунт, который отработал тоннель и проходческий комплекс, и вывозить его наружу. Вся вот эта арка сделана из полированного чернита, ступенек, полублоков, а также ограды. Также я здесь украсил табличками с надписями, посмотрите, выезд из котлована, а также осторожно негабаритное место. Также не забыл про освещение, я здесь, конечно же, решил добавить фонарь и душ. По-моему, здесь очень неплохо вписался, добавил здесь вход для работников, служебный проход, который нажимает на кнопку хоп, и можно выйти отсюда. Также я здесь добавил вот такие вот предупредительные знаки с одной ограды и второй, как будто это предупреждает, что остановись. Шлагбаум выполнен в стандартном стиле, красный, белый, красный, белый коврики, которые помещены на нити. Также я здесь добавил вот такие вот соединения на фонари, которые у меня по всему периметру котлована. Это у нас такие вот изоляторы, прикрытые люками, а также провода, сделанные с помощью цепей, и они вокруг у меня проходят. Я сейчас покажу именно для чего это было сделано. А вот именно для чего это было сделано, чтобы у меня было питание на эти фонари от вот этой подстанции. Посмотрите, друзья, какая она огромная и реально похожа на тяговую подстанцию, которую питает электричеством не только работы всего котлована, но и вентиляторов, фонарей, а также самого тоннеля проходческого комплекса, который будет находиться внизу в тоннеле. Я к каждой системе этой подстанции добавил дорожки, чтобы можно было работникам ходить, обслуживать и наблюдать здесь работы этой подстанции. Здесь у нас такие вот вентиляторы охлаждения всех систем, соединенные трубопроводами, а также имеется у них крепление в виде рычагов. Это технологические здания, где у нас будут процессоры обработки всей информации этой тяговой подстанции. Это вот такие вот небольшие арки, которые будут поддерживать вот эти изоляторы с проводами. Также здесь имеются вот такие вот технологические ящики с аппаратурой коммутационной и тому подобное. Они у меня включены здесь, посмотрите, я добавил компараторы и включил их. Также не забыл сюда добавить немного ноток реалистичности и добавил вот такой вот экран со свечащимися надписями, как будто он показывает какую-то работу. Ну и самая главная часть этой тяговой подстанции, это тяговый трансформатор. Я думаю, каждый видел его. Вот это такой вот расширительный бак, где хранится у нас масло для охлаждения этого трансформатора. Также небольшие вентиляторы охлаждения, ящики. Также здесь я добавил надписи, смотрите, написал Кэнн Компарэйшн. О, да, вот это технология, молодец, манькрошка. Я думаю, меня компания Кэнн не найдёт и не убьёт. Ха-ха. Добавил немного дорожек к самой тяговой подстанции, а также дорожку к крану. Мы с вами перешли на пульт управления тоннеля проходческого комплекса, и здесь я также позаботился о реалистичности. И добавил вот такие вот экраны управления. Всё светится таким вот голубым и красным цветом, как будто показывает работу всех систем этого комплекса. Посмотрите, я даже сюда добавил кнопочный телефон. Ой, это интересно. Но это не точно. Опа, друзья, а это что за прикол такой? Это вообще возможно, легально? У меня стоит там невидимая рамка, на ней часы, а здесь ещё и наверх крюк. Серьёзно? Серьёзно? Как это работает? Майнкрафт лаганом. Это точно. Какие у меня дальнейшие планы на эту постройку? Так, друзья, мне нужно сделать здесь дорожки, где у нас, собственно, будет ездить машина, грузовик, который будет вывозить отсюда породу. Также нужно сделать обычный контейнер, где у нас будут жить и располагаться рабочие, которые, собственно, и работают на этом. Служивают тоннельно-проходческий комплекс, машины различные, кран в том числе. Также сюда нужно добавить различные декорации, такие как какое-то оборудование, например, тюбинги, трубы и тому подобное. Также не забыть здесь добавить какие-нибудь проёмы, маленькие ямы, где будет, куда мы зальём с вами воду, как будто здесь будет такая вот грязь. Такую фишку я уже использовал внутри котлована. О, видите, у меня там куча-куча воды. Также мне стоит подумать о дополнительном освещении, которое будет возле контейнеров проживания самих работников, потому что здесь, я считаю, не слишком-то и много освещения. По бокам в основном и по всему периметру, а внутри маловато как так. Два часа спустя... И вот, друзья, спустя долгое время я к вам вернулся. Извиняюсь, что я, конечно же, не записал весь процесс постройки моего котлована, а именно окружение всего котлована. Всякие постройки, машины и контейнера для обслуживающего персонала. Ну, я всё-таки это сделал. Давайте продемонстрирую, что у меня здесь есть. Начнём мы, конечно же, с парадного входа. И здесь я добавил вот такую вот тропинку, но не простая тропинка. Эта тропинка у нас такой вот с элементами грязи, воды, всякой подзола и обычной травы. Эта тропинка простирается по всему периметру рабочей зоны этого котлована. Далее у нас встречают вот такие вот своеобразные контейнера, где у нас, собственно, будут и жить рабочие, отдыхать и обслужить весь этот котлован рабочий, в том числе и нижнюю часть, где у нас находится и сам тоннель и проходческий комплекс. Я не стал внутри эти контейнера оформлять как-то, но добавил здесь освещение, чтобы ночью эти контейнера светились и не были в тёмной зоне. Их у меня всего 7 штук. Здесь у нас находится 5 штук и вон там находятся ещё 2. Я решил сделать не чисто синие контейнера, а сделать их разнообразие. Например, серый, такой стандартный цвет. Также между ними проводку проложил и я такой вот отдельные решёточки поставил на них. Далее у нас идёт, я считаю, самый важный агрегат или самое важное строение на этом котловане. Это вот такая вот сбрасывающая станция, где вот этот у нас большой кран будет доставать из-под низа большой кож с отработанной землю. Вот это у самосвалы, а самосвал будет по этой дорожке возить куда-нибудь прочь. И только посмотрите, друзья, какой я самосвал или грузовик сделал. По-моему, очень круто выглядит. А вот эти колёса просто гениально. Сделаны, конечно же, они из флагов. Это специальный такой узор, который делается из чёрных и белых красителей. По-моему, выглядит очень круто. Также я не забыл элементы освещения. Добавил вот такие вот таблички, осветиваю, чтобы они ночью, конечно же, светились и не было тёмной зоны здесь. Внутрь, конечно, я добавил грибосвет. Я думаю, кто меня долго смотрит, конечно же, знает, что я люблю различные освещения и добавлять их в разные постройки. Конечно же, не обошлось и задней части этого самосвала. Вот это такие задние фары, которые светятся красным цветом. А вот это, друзья, смотрите, брызговики. Очень круто выглядит, весьма правдоподобно. Ещё одна интересная машина, и это, друзья мои, экскаватор, который будет вот этот песок грузить куда-нибудь на какие-нибудь машины. Он добавляет свой антураж в эту постройку всю. Смотрите, друзья, какой он всё-таки огроменный. По сравнению с моим самосвалом, это нечто невероятное. Также с помощью флагов добавил элементы решёток, всякой окраски и тому подобное. Не забыл, конечно же, о посвящении. Далее, конечно, уже найдут и нас тут элементы декорации. Это такие вот нас ковши, в которых находится специальная жидкость для тоннеля проходческого комплекса, и не только. Далее у нас элементы декорации выступают вот такие вот балки распорные, которые, собственно, и крепятся в самом котловане, где я строил их раньше. Далее у нас, посмотрите, что есть ещё один дополнительный самосвал, который будет что-нибудь вывозить. Далее я здесь делал ещё одни дополнительные ворота, тоже с элементами декорации земли. Добавил такую вот грязную тропинку. Вы думаете, я пропустил это строение? Не, никак нет, товарищ майор. Это у нас, друзья, насосная станция. Не знаю, есть она на самом деле наверху всех построек метро или нету, но я решил её здесь добавить, так как у меня был небольшой такой вот водоёмчик, который здесь я оградил с помощью забора, и добавил вот такие вот трубы насосной станции. Эта насосная станция будет откачивать лишнюю грунтовую воду из тоннеля, которая будет мешать постройке закачивать её в насосы, потом по трубам будет стекать в этот водоём. Очень круто, я решил её добавить, потому что это добавляет отдельный антураж этой постройки. Ну а в тоннеле, друзья, у нас ничего, собственно, и не изменилось. Всё как по-прежнему, здесь я давным-давно всё закончил, в тоннеле всё находится, как и было, на своём месте. Вы только гляньте, друзья, как эта постройка выглядит ночью. Меня просто завораживают мои глаза, они просто на выкат. Посмотрите, сколько освещения, сколько различных механизмов, всякие будки, различные элементы декорации. Меня просто дух захватывает. Как я рад этому постройке. Я горжусь собой, конечно. А этот кран заслуживает отдельного внимания. Сдалека реально кажется, что он настоящий, и сейчас будет работать, перетаскивать какие-нибудь грузы. Я думаю, каждый, кто живёт в большом городе, видел такие краны. Издалека можно увидеть, как они светятся, и просто невероятную мощь себе дают. Я переместился наверх, на верхушку крана, и посмотрите, друзья, сверху эта постройка выглядит ещё круче. Зона питания всей этой постройки, а именно тяговая подстанция, сам котлован, где находится тоннелепроходческий комплекс, зона декорации, где у нас трубы, распорки, сами контейнера, где у нас будут жить и обитать рабочие, экскаваторы, насосная потанция, выгрузка грунта, сам кран, конечно же, зона вентилятора, и разные машины. По-моему, очень круто. Я бы хотел продолжать этот проект, но, друзья, какой продолжать? Тут уже всё готово, блин. Друзья, если вам понравился этот большой проект, и как я его строил, обязательно влепи свой жирный лайк, и не забывай про подписочку, ведь дальше тебя ждёт очень крутые постройки, выживание, и разные туториалы по крутым фирмам, и не только. Я официально считаю, что этот проект закрыт. Ну что ж, я говорю вам пока, я говорю до свидания, до следующих постройок. Всем пока-пока.